Итак, дорогие друзья, доброе утро! Всем привет! Всем привет! Бонжур, хелло, шалом! И мы продолжаем изучать Мишли. Мишли, притча царя Соломона, как переводят на русский название. И сегодня у нас будет очень интересных два отрывка. Ну, все отрывки там интересные. Я думаю, что те, кто давно нас изучает, уже мы больше ста уроков прошли, то чувствуют уже изменения в жизни позитивные. Выросло наверняка понимание, углубленное стало понимание, углубленное в... Вообще духовный уровень новый, да? Я думаю, что вот Яков Шатадин нас смотрит. Яков вообще Шатадин почти как ангел уже поднялся на уровень. Но уже только вот выше остались ангелы и силы, трансцендентальные силы, как пишет Рамхаль, что есть выше нас, как уровни такие, да? Хорошо, а мы изучаем, продолжаем изучать. И мы дошли в прошлом уроке до пятого отрывка. Пятый отрывок, еще раз, царь Соломон нам в каждом, буквально в каждом отрывке, в каждой главе, он нам напоминает, что все, что есть в жизни человека, это припи-иш. То есть это плод его уст. И то, что человек думает, потом то, что он говорит, и потом то, что он делает, потому что то, что человек делает, это следствие его решений. Он вначале решает, потом делает. Все это, это как бы сердцевиной. Как если меня спросить, что сердцевина Мишлей, то я скажу, что первое, царь Соломон нам все время говорит, что то, что ты думаешь, это основа, то, что ты говоришь, это вторая основа. Третья основа, это с кем ты общаешься, потому что человек, он очень реактивный, и мы очень сильно зависим от того окружения, в котором мы находимся, как говорит древняя народная мудрость, с кем поведешься, от того и наберешься. И, слава Богу, нам становится все больше и больше уже в изучающих Мишлей и Тору. И с Божьей помощью, то есть мы дойдем до того, что в мире станет хороших, праведных людей больше, чем злодеев. И тогда придет в мир большой божественный свет, и то, что называют, придет Машеах. И мир станет лучше, мир станет лучше. А если в мире будет больше больных людей, например, да, людей, которые заражены злом, то будет в мире, наоборот, зло увеличиваться. Мы сейчас, да, привет, Михаил тоже нас смотрит. Мы будем, мы будем в этот момент двигаться в стороны, если будет зло, больше зла, да, то это как вирус, то есть распространяется и добро, и зло. Вот три главных идеи, с моей точки зрения Мишлей, это внутренний диалог, внешний диалог, это идея номер один. Вторая идея, это, значит, с кем поведешься, от того и наберешься. И третья идея, вообще, все, что с этим делать, как вообще с этим быть, как действовать в разных ситуациях. И вот сегодня у нас шестой отрывок, значит, пятый отрывок был, чтобы соединить с прошлым уроком, что цадик, он ненавидит, праведник ненавидит обман, он прям ненавидит, он хочет от него все время убежать, оттолкнуться от этого обмана. А злодей, наоборот, он любит копаться в грязном белье, клевета, лошонара, очернения и так далее. Это вот на этом мы остановились. Теперь шестой отрывок. «Дздака Тицор Там Дерах», говорит нам царь Соломон. «Дздака» — это заповедь «Дздака», милосердия. Вот Наташа Блау и ее папа в тяжелом состоянии в реанимации, чтобы было ему РФА, чтобы было ему полное выздоровление. И это мы желаем, чтобы был папа Наташи Блау. Хорошо. Теперь, значит, шестой отрывок. «Дздака Тицор Там Дерах». То есть «Дздака» — это заповедь. Бог сказал «Помогай другому». «Помогай деньгами», «Помогай добротом», «Помогай добрым словом». Это все называется «Дздака». Когда тот, у кого есть, помогает тому, у которого нет. И это действие, оно, в принципе, идет против животной природы человека. Потому что если моей собате, например, дали кусочек мяса, и потом даже хозяин тянется, чтобы взять у нее этот кусочек мяса, она называет «гавкать». Она начинает гавкать, она защищает это. То есть ни одно животное не отдаст другому животному то, что у него есть. Теперь Бог сказал человеку, ты не животное. А как проверить, животное ты или не животное? По тому, насколько ты относишься к людям, которым плохо, можешь ты им дать «Дздака» милостыня, милосердия или не можешь. Это то, что Бог нам сказал делать. Теперь есть люди, которые называются «Тамдерах». «Тамдерах» это непорочные своим путем. То есть есть такие люди непорочные, хорошие, простые, понятные люди, которые вот живут в школе, они хорошо учатся, им сказали учиться, потом в институт идут, потом они работают. Такие вот просто хорошие люди. Теперь, когда они идут вот этим вот своим непорочным путем, вот почему они так называются «Тамдерах», они особо не вдумываются. То есть у них нету склонности к озлу, у них нету склонности особой к добру, они такие простые, непорочные. Теперь говорит нам царь Соломон, «Дздака», то есть если он будет делать действия «Дздаки», то вот эта заповедь «Дздаки», это позитивное действие, которое он делает, она сохранит «Тицор» «Тамдерах». она его будет сохранять. То есть в этом мире, мы живем в мире причины-следствий, то есть каждое действие вызывает последствия, каждое слово вызывает последствия. Это как бумеранг такой. И если человек «Тамдерах», но он не делает добро, то его с этого пути, окружающая жизнь, обстоятельства и так далее могут повернуть в сторону зла. Поэтому, говорит нам царь Соломон, «Дздаку», не только он говорит, это Тора нам говорит, Бог нам говорит, «Дздаку». Есть заповедь «Дздака», то есть есть такая коробочка, и ты берешь монетку, кладешь в нее и говоришь, это «Дздака», это «Дздака», это «Дздака». Наполнилась коробочка, ты ее отдаешь там бедным людям или тем, кто распределяет эти деньги между людьми, которым нужны. Каждое действие, которое ты делаешь, оно тебя охраняет и охраняет тебя на твоем пути. Теперь дальше продолжение этого отрывка. «Вероша тесалев хатас». Значит, злодей, его даже не «злодей», а «злодейство», «решаа», тут есть такое окончание, это как существительное. «Злодейство», «тесалев хатас», «тесалев» это как «тесалев диверетсадитим», оно сбивает с пути грешников. То есть, опять же, здесь нам, мы учили когда-то в Пертьевод, выражена эта мысль так, что митцва, когда человек делает заповедь, она «гуререт митцва», она вызывает следующую заповедь. А и награда за митцву, награда за заповедь. Митцва, то есть, ты сделал заповедь, оп, у тебя сразу открывается тебе как следующая дверь, следующий этап, следующая возможность в духовном мире. То же самое злодейство. Ты делаешь какое-то преступление, маленькое, кого-то обидел, не так сказал, что-то не так сделал, там и так далее. То есть, и оно сразу тебя как бы ведет как следствие, ты вступаешь в конфликтную зону, в такую серую опасную зону. Теперь, здесь нам, опять же, еще раз выражено, как быть. То есть, быть надо следующим образом, что стараться еще раз, то есть, включать вот эту цепную реакцию, быть проактивным создателем добра. То есть, запускать, это мне есть такое в психологии, такое слово, как бумеранде добра, там и так далее. То есть, когда ты запускаешь, вот ты делаешь много маленьких добрых действий, то ты создаешь ту реальность, когда, во-первых, ты привыкаешь к этому, во-вторых, ты постоянно создаешь вот тот бумеранг, который к тебе возвращается. Я когда-то это понял, был какой-то еврейский праздник, и я сижу перед праздником и думаю, вот у меня есть там 500 знакомых. Думаю, сколько меня поздравят? Думаю, ну, 10 может человек меня поздравят, да, с праздником, вообще про меня вспомнят и подумают. Потом я думаю, а если я отправлю 500 человеком поздравления с праздником, я не буду сидеть и ждать, кто меня поздравит. А я сам проявлю проактивность, я подумаю о них, я отправлю им поздравления, хорошее пожелание и так далее. Сколько мне ответит? И я не помню, сколько тогда я отправил, но где-то мне ответило процентов 40 из них не ответило. То есть я, например, вот так бы у меня было 5 или 10 поздравлений, да, а так у меня получилось 100 или 200. Обратно. То есть поздравление, а что такое поздравление? Это пожелание тебе. Это как благословение, которое потом начинает работать в твоей жизни. Поэтому, все, с шестым отрывком мы разобрались. Будь проактивным создателем добра. Запускайте мини-бумеранги, создавай добро, доброе слово, улыбка. Это тоже тзнака. Теперь дальше, седьмой отрывок. Есть, ешь, седьмой отрывок очень многозначительный. Там столько в нем скрыто значений, просто удивительно. Седьмой отрывок нас переводит в мир, в мир уже действий, в мир действий. И главным критерием, то, чем люди занимаются большую часть своего времени, это зарабатывание денег. И говорит нам царь Соломон. Есть, ешь, миташер, вэн коль. Есть, который, миташер, это как возвратный глагол богатеи. Есть, богатеет, миташер, да, то есть как бы возвратный глагол. Есть, богатеет, вэн коль, и нету у него всего. Нету у него ничего. Митрошеш, тоже возвратный глагол, беднеет. Вэон раф, и имущество большое. Непонятно, какая-то шарада, какая-то шарада парадокс. Есть, богатеет, вэн коль, и нету ничего. Есть, беднеет, митрошеш, это беднеет, и имущество большое. Значит, первое объяснение такое, первое объяснение, что не все то золото, что блестит. Есть, который выдает себя за богатого, то есть он выглядит как богатый, он ездит на дорогих машинах, он очень дорого одевается и так далее, но у него энколь, и нет у него ничего на самом деле. То есть не смотри на внешнюю оболочку, не смотри на кан-кан, как мы учили впереди, а смотри на то, что внутри, не смотри на кувшин, а смотри на содержимое. То есть на сегодня для того, чтобы выглядеть как богатым, жить как богатым, в принципе много ума не надо, потому что там та же машина, какая-нибудь Ferrari, она может стоить в 1000 долларов в день в аренду, но у человека не может быть там миллион долларов, чтобы купить какую-то супер Ferrari, но 1000 долларов он может ее снять в аренду на занятые деньги. При этом он может занять деньги у одного, у второго, у третьего. Есть много очень аферистов, которые, пользуясь этим отрывком, они выдавали себя за богатых. Медов самый известный из них, который сидит в тюрьме, по-моему, пожизненно ему дали. Он создал пирамиду, где самые богатые люди Голливуда, Америки, очень многие фонды давали ему деньги, он считался, он создал NASDAQ, он считался супер-мега-татим бизнесменом. В итоге он брал деньги у одних, выдавал процентами другими, собрал там огромные миллиарды, миллиарды долларов, и потом эта вся пирамида рухнула. Его, кстати, выдали сыновья, что интересно, его сыновья его и выдали, его посадили в тюрьму, он сейчас сидит в пожизненное заключение. Но это была как раз яркая иллюстрация, он говорил, я такой умный, такой секретный, что я никому не скажу, как я деньги зарабатываю. То есть, хотите, давайте мне деньги под проценты, я буду инвестировать их, вам буду давать там в год 10%, например, это считается в Америки очень хорошие деньги, ну если на больших суммах. А в итоге он просто брал у одних, а другим отдавал. И это те, кто учили этот отрывок седьмой, они могли бы подумать в 10 раз, что ешь ашер вен коль, он себя показывает богатым, но у него нету. Но это известная история, есть много людей, которые живут как бедные, а у них огромное богатство, я когда-то размещал ссылочку на женщину, можете набрать. Самая богатая женщина в мире, которая вела себя настолько как бедная, что у нее, когда у сына болела нога, она его не повела к врачу, и сыну пришлось отрезать ногу. То есть, она была сумасшедшая по тому, как она, как она жила как, ну настолько как бедная внешне, что просто ужас. Мердок, вот, мне напоминает, этого мужика звали. Хорошо, теперь дальше, это первое объяснение. Второе объяснение. Ешь мит ашер вен коль. Есть человек, который стремится к богатству, он стремится разбогатеть, любыми путями, обманом, забирая у бедных, грабежом и так далее. Вен коль, в итоге у него нет ничего, и он заканчивает дни в тюрьме. То есть, это его стремление разбогатеть. Вы ешь митрошеш, митрошеш это тот, который раздает деньги бедным, он как будто бы отдает, он дает ногот сдать, он помогает, как был такой человек, который создал дьюти-фри. Это миллиардер, который раздал все свои деньги, но никто не знал, что он раздает. То есть, он придумал уникальную систему заработка денег, дьюти-фри, и он все деньги, которые зарабатывал, он тут же отдавал на благотворительность, вот так вот прямо все, что зарабатывал, отдавал. И у него большое имущество. Это второе объяснение, что тот, кто стремится к богатству, но нечестным путем, у него не будет, а тот, который раздает и выполняет сдака, помогает и так далее, у него большое имущество. Третье объяснение. Третье объяснение это Рамбам, он вообще говорит, вот давайте посмотрим, кто называется богатым. Принято назвать богатым человека, у которого есть имущество. У него есть какое-то имущество. Он говорит, ну это же имущество-то, оно его условно. Если идет сумасшедшее, говорит, это мой дом, это мой дом, это мой дом, это мое, это мое. Чем отличается он от человека, который реально приходит и говорит, это мое, это мое, это мое. Это как бы оно к тебе привязано, да, оно к тебе относится, но по факту оно не твое. То есть твое это только то, что есть внутри тебя и то, что ты создал в себе. Твой ум, твои качества, твои духовные достижения, твои заповеди, которые останутся с тобой навечно, с которыми ты придешь в грядущий мир. То есть это по-настоящему твое, все, что как будто бы тебе принадлежит, на тебя записано и так далее. В один момент оно, во-первых, когда человек умирает, оно исчезает. Во-вторых, даже при жизни, даже при жизни, оно как бы к нему относится, но очень легко от него потом отрывается. То есть был человек богатый, стал бедным, был он какой-то там, его все любили, потом бах, все забыли и так далее. То есть поэтому есть, который Миташер кажется богатым, а у него на самом деле ничего нету. А есть Миташер, все раздает, выполняет заповеди, то есть он вроде бедный, а у него имущество огромное, то есть у него внутри есть огромные уровни, на которые он достиг, поднялся и в духовный мир он это унесет. И восьмой отрывок, он как бы и дальше добавляет и объясняет седьмой. То есть то, что я сейчас рассказывал, оно во многом видно из восьмого отрывка. Значит, восьмой отрывок, он звучит так. Кофер нефеш иш ашром. Искупление души человека, его богатство. Выраж лошама геара. И бедный не слышал геара, это жесткий язык угрозы. Бедный не слышал угрозы. Значит, в восьмом отрывке царь Соломон нам советует и он дает нам как бы некую идею, что человек выкупает свою душу своим богатством. Как это работает? Когда человек дает сдаку, он помогает бедным. Это огромная заповедь. То есть получается, что он те деньги, которые он получил, которыми он управляет, он начинает этими деньгами делать добро. В этот самый момент, он как бы через эти деньги, он поднимает свою душу. То есть это является искуплением его души от грехов. Например, царь Ротшильд, Ротшильд, это известная история, когда его спрашивали, сколько у него денег, он точно знал, сколько он раздал на дзаку. Он говорит, это деньги мои, эти деньги я заберу с собой, я их как бы прилепил, перевел в духовную плоскость, я их прилепил к своей душе. Эти деньги навечно мои. То, что мне принадлежит, это условно мое. То есть оно сейчас мое, завтра не мое и так далее. А вот то, что я раздал, это мое. То есть кофер нефеш иш ашро. Поэтому те люди, которые особенно заработали деньги часто каким-то сомнительным путем, они в какой-то момент, найдя духовную свою какую-то сущность и поняв, что ну вот они гнались за деньгами, вот уже деньги есть, а на пути к деньгам они кто-то сделал больше преступлений, кто-то меньше, они начинают выкупать, как бы искупать свою душу и начинают давать часть своего богатства, некоторые полностью отдают свое богатство для того, чтобы выкупить свою душу и поднять ее на высоте уровень. Но при этом вторая часть отрывка, она говорит, что здесь важно. То есть он, как он этой цдакой, он поднимает, выкупает свою душу, также он может одним словом, когда он на бедного закричал, когда он бедного обидел, когда он сказал что-то плохое бедному, он может это все стереть. То есть он находится в той плоскости, когда с одной стороны деньгами он может свою душу выкупить, но с другой стороны равноценно, то есть когда ты обижаешь нуждающегося человека, то ты можешь себе очень сильно повредить. Это так объясняет этот отрывок. Есть другое еще объяснение, другое объяснение, что когда, знаете, когда человек теряет деньги, он говорит, спасибо богу, что взял деньгами, то есть ты взял у меня, я потерял, я понимаю, что это какое-то мне наказание, какой-то мне там намек, спасибо, что ты мне, ну как бы, взял с меня деньгами. Теперь бедного у него же нет, ему и так плохо, у него нет денег. И он, почему он бедный? Он не слышал геора, он не слышал вот этих вот предупреждений, потому что очень часто люди доходят до состояния какой-то бедности через целую цепочку предупреждающих моментов, сигналов, которые они не увидели, не услышали, не восприняли, то есть они не хотели это воспринять. Значит, это второе объяснение этого отрывка. И мы, в принципе, с деньгами разобрались, что деньги в этом мире для человека, это с одной стороны, ну то есть тут как ни крути, это прошивка. Все люди, они стремятся зарабатывать, им нужны деньги и так далее. Только для одних деньги, они становятся инструментом для духовного роста, они через деньги делают больше цдаки, больше добрых дел и понимают, откуда богатство, что богатство от Бога. Другие не понимают. В конце я хочу рассказать один анекдот, когда был один человек, который, он нечестным путем заработал много денег, и он начал давать цдаку. Но он цдаку давал, но при этом продолжал вести себя так же нечестно, как вел себя до этого. И он, значит, еще раз, он заработал нечестно и продолжал делать плохие вещи, нарушать там все заповеди, то есть все нарушал, но давал при этом цдаку. Давал он много цдаке и думал, что это его спасет. Потом он умирает, и суд прямо вот на одной чаше весов, все его нарушения, запреты, плохие действия, он говорит, ну секундочку, ему говорят, все, у вас ад, полное стирание там личности, все, вечной жизни у вас нет, вы идете в ад. Он говорит, как в ад, почему в ад, я же давал много цдаке, вот же у меня записано, я давал много цдаке. Ему говорят, деньги мы вам вернем, вы сможете в ад взять свои деньги. Но это такая шутка, что одной цдакой, если ты продолжаешь делать очень много плохого, ты можешь не вырулить. То есть цдака это, это как у тебя в позитиве, знаете, как бывает, что человек там зарабатывает, но у него есть активы, есть пассивы. Есть там, где он должен отдавать, есть то, что он зарабатывает. И если у тебя пассивы, то, что ты должен, превышают активы, то тогда ты все равно бедный. Так вот здесь то же самое цдака. И смешная есть, ну ладно, сейчас не буду рассказывать эту смешную историю, но есть известная история, как в католической церкви у них же продавали, продавали индульгенции. То есть этот процесс искупления греков в католической церкви поставили на прямо конкретно конвейерную основу. То есть можно было, за каждый грек была определенная сумма, и можно было вот эта индульгенция, значит, можно вперед, наверное, было покупать. Хочу кого-то убить. Пришел, заплатил, значит, все прощено, пошел, убил. Можно после этого. И, значит, католическая церковь, они же, я вот когда был в Ватикане, я просто вот удивлялся, как вообще это все сочетается. С одной стороны, это римский папа, это обед бедности, там обед какого-то, бедности, да, они приносят обед, жить в бедности, безбрачий обед, то есть они вроде такие становятся святые, только Бог. А с другой стороны, значит, у них же все эти музеи, это награбленная с тех стран, где они были, вот эти крестовые походы. Они просто вывозили все богатство, все золото из всех стран. То есть это конкретно грабительская такая штука, где собраны со всех стран мира сокровища, которые они ограбили и вывезли, включая сокровища храма, которые римляне разрушили, то есть все там в Ватикане. И вот они продавали все это время индульденции, искупление грехов они продавали, тоже наполняли одни из самых богатых организаций в мире, это католическая церковь, которая, в общем-то, продавала искупление. Ну, я сомневаюсь, что можно деньгами выкупить все, но нам говорит царь Соломон, что да. Вот седьмой отрывок, на этом, наверное, восьмой отрывок. Кофер нефеш иш ашро, то есть искупление души человека, его богатства, то есть можно выкупить душу. Выраж ложа мадиара, но при этом, если бедный не слышал от тебя никакого плохого слова. То есть при этом должно соблюдаться второе условие, что те, кому ты помогаешь, чтобы ты при этом не делал никакого зла. Потому что, ну, есть, понятно, да, то есть невозможно окунаться в микву, есть хорошее выражение, когда человек окунается в микву, микву это очищающий бассейн, родниковая вода или вода с неба, то есть когда окунаешься в микву, то происходит духовное очищение. Но если ты окунаешься в микву, а в руке ты держишь ящерицу, шерец это, ну, то, что тебя затумляет, то, что тебя делает нечистым, то очищение не происходит. То же самое с дзакой. То есть, с одной стороны, дзака, она действительно поднимает на высочайшие духовные уровни, с другой стороны, если ты при этом бедного обижаешь, то это не работает. То есть это как ты окунаешься в микву с ящерицей в руке. Все, дорогие друзья, всем желаю богатства, чтобы вы могли делать больше дзаки с приятными, хорошими лицами, помогать бедным, помогать людям вокруг себя, помогать тем, кому плохо, потому что каждому человеку в чем-то плохо, и вы каждому можете дать то, что ему не хватает. Это тоже дзака. И чтобы мы производили, производили... Дзака нас будет защищать и от смерти, и от болезни, и от всего. Все, всем прекрасного дня, удачи и успехов.